Здравствуйте! Вы на канале Можжевеловый сад. Уже практически все лилейники в саду начали цвести. Только некоторые кусты более поздние, и они еще не распустили ни одного цветочка. И хочу показать вам немножко этой красоты. Лилейники не очень часто используют в саду. Не все их любят, но я их очень люблю. Они создают объем, создают такую легкость. Очень красиво они сочетаются с можжевельниками. И продолжительное время цветут, неприхотливы. В общем, для меня одни плюсы. Это центральная композиция в саду. В этой композиции зеленые и желтые можжевельники. И к этим зеленым и желтым можжевельникам мне захотелось посадить красные, желтые, но немножко оранжевые лилейники. И сейчас подойдем и посмотрим поближе. У меня есть и очень простые сорта лилейников. Но все-таки в центральных композициях я посадила красивые с крупным цветком. И начнем, наверное, с вот этого красавца. Я его разделила, поэтому он... Это только одна маленькая частичка лилейника. Кустик был большой. Этот лилейник ароматный, желтый, красивый. У него крупный цветок, большой куст разрастается. К пузыреплоднику с фиолетовым листом я подсадила вот такой вот лилейник. Камера передает его серединку такой красновато-оранжевой, но она прям по цвету к листу подходит. То есть она прям такая фиолетовая, как листья у пузыреплодника. Тоже большой, очень крупный цветок, красивый куст огромный, но разрастался он достаточно долго. То есть ему потребовалось, ну, я не знаю, на этом месте, наверное, уже года три, чтобы вырастить вот такой вот красивый объемный куст. И посмотрите, как красиво желтый можжевельник и фиолетовый пузыреплодник. И вот это вот цветовое сочетание у лилейника перекликается и с можжевельником, и с пузыреплодником. В этом году добавила вот такой вот кустик. Ну, тут было такое пустое местечко, захотелось добавить. Он оранжевый и серединка такая красноватая. Как раз тут дальше пойдут красные. Вот этот вот куст еще только начинает распускаться. Тут оранжевый цветок. И красные. Красные лилейники разные в композиции, но цвет у них похожий, они очень хорошо выглядят. Вот тут вот три разных сорта. Вот этот вот сорт очень люблю, очень долго он цветет, очень много цветоноса. Вот такой вот цветочек с острыми лепесточками, очень нежно смотрится. Вот такой вот кустик. Следующий лилейник, у него уже лепестки не острые, но он тоже очень обильно цветет. Этот куст не очень обильно цветет, но есть еще второй кустик, к которому сейчас подойдем. Вот так вот сочетаются. И хорошо сочетаются барбарисы. Барбарисы такие здесь... Ну, это сорт барбариса Golden Ring, по-моему. И вот так они хорошо сочетаются. Вот этот лилейник, он очень красивый. У него лепестки как будто бархатные. Камера передает его поярче, а в жизни он еще такой более темный, глубокий цвет красного. Тоже кустик достаточно долго разрастался. И уже в этом году более-менее обильное цветение. А вот тут вот у меня вот такое вот сочетание. На переднем плане можжевельник Sheridan Gold, желтенький, красивый. На заднем плане барбарис Мария, желтенький. И в серединке вот такой вот низкорослый лилейник. Вот такой цветочек. В серединке он такой пушистый. Очень интересно смотрится. Несмотря на то, что сам кустик маленький, цветы просто огромные. И вот это вот сочетание мне очень нравится. Желтое впереди, желтое на фоне и такой красный кустик. Там еще попозже подрастет. Будет еще дальше на фоне еще один барбарис, но уже оранжевый. Будет тоже интересно смотреться. Вот второй куст точно такой же. Здесь такой же куст с тоненькими лепесточками. И вот этот куст, который с более широкими лепестками, но уже вот такое объемное цветение. Кстати, лилейники тоже. Некоторые любят солнышко, некоторые любят тень. Вот именно вот этот лилейник, он в тени не давал много цветков. Он не хотел цвести в тени. А на солнышке он вот так вот пышно цветет. И еще плюс лилейников, что они декоративны не только в период цветения, но и после того, как уже отцвели. Вот лилейник ранний Мидендорфа желтенький. Он уже давно отцвел, уже срезала все цветоносы. И он стоит такой красивый пышный кустик. И все остальные лилейники тоже после того, как отцветут, срежутся цветоносы и будут стоять такие пышные. И с весны уже вырастают такие пышные красивые кустики. Поэтому лилейники очень люблю. Вот тут композиция красная, желтая, оранжевая. Конечно, у меня есть еще желтые, оранжевые лилейники, но тоже уже слишком много не хочется. Тут уже, я считаю, что, в принципе, достаточно. Вот такая композиция. А вот этот лилейник уже любит тень. Сейчас ему не очень нравится, потому что он оказался на солнышке, потому что здесь переделка. И мы омолодили, обрезали, пересадили розовую. Он оказался на солнышке. Но он больше любит, конечно, в тени. В тени у него и цвет красивый, и продолжительное время он цветет, и больше цветоносов. Но совсем скоро опять вернется к нему тень. Еще один очень красивый лилейник. Тоже любит тень. На солнышке он не показывает такую красоту цветка. Необычная у него расцветка, необычный глаз. Обычно глаз темный, а у него получился светлый. Очень красивый, такой пестренький, но только в тени он будет таким красивым. Он пока здесь временно. Я ему еще не придумала местечко тенистое. Здесь цветник белого цвета. Невианник. Легкости добавляют веточки аспарагуса. Гортензии метельчатые. И здесь же на подбивочке у этого цветника белые лилейники. Считается, что белых лилейников не существует. Но вот мне повезло купить лилейник. Он вообще практически белый. Еще я видела в продаже, называли белым лилейником, но он был желтоват. А этот вот прям белоснежный. Не знаю, почему считается, что белых не существует. Вот у него белые лепестки. Ну а тут уже совершенно другая история. Темно-фиолетовые барбарисы. Вот такой вот красавец. Очень его тоже люблю. Огромный цветок. Он такой темный, но очень красивый. Крупный цветок. Еще наращивают кустики. Кустики еще маленькие. И очень красиво. Такой цвет лилейника сочетается с голубой хвоей. Можжевельника Blue Arrow. Вот как показать. Так вот, наверное. Очень красивое сочетание. Тут также я доделываю композицию. И вот тут пошли. Вот этот лилейник мне дарили. Его тоже сами опыляли. Но он немножко уже какой год показывает не очень красивый цвет. Как будто он выцвел. Как будто, ну не знаю, что-то не так получилось. Но все равно в сочетании, в композиции, издалека, если не присматриваться, неплохо смотрится. Поэтому я его оставила. И вот этот вот лилейник. Это сорт Moonlight Mascarade. Не часто его встретишь в продаже. Но вот мне повезло его купить. Также появился в саду у нас первый злак. Это император Ред Барон. Вот такая. И мне кажется, очень красиво сочетается в этой композиции. С лилиями. Вот такие вот лилии. И к этим лилиям вот такого цвета лилейники. Камера чуть посветлее передает. Так он более яркий. И вот такая вот тут тоже композиция с лилейниками. Лилейники я добавляю во все композиции. Очень уж они мне нравятся. И вот, например, здесь Барбарис. Внизу Барбариса некрасиво. Лилейники хорошо и просто без цветочков. И уже с цветочками тоже красиво. Вот тоже Moonlight Mascarade. Я уже его разделила. У меня уже достаточно много кустиков. Он тоже красиво подходит в разные композиции. Ну, вот этот вот сливовый уже заканчивает цветение. Вот это сочетание я уже показывала. Тоже мне очень нравится. Такой цветочек. И с темным Барбарисом. И с зелеными можжевельниками. К можжевельнику Минджуль высадила ряд вот таких вот лилейников. Тоже их очень люблю. Разделила. Этот куст тоже простая. Достаточно большой. Быстро растет. И очень пышно цветет. У меня, когда это было одним кустом, он в один день распускал до 20 цветков. Это считается много. И цвел он практически каждый день очень пышно. Вот розоватый цвет такой я подсадила к зеленым. Но сзади добавятся еще голубоватые можжевельники. Поэтому тут будет сочетание такое. И с голубоватыми и зелеными. Розовый цвет подходит и к зеленым хорошо, и к голубым можжевельникам. И вот тут вот ряд таких лилейников. Вот еще очень красивый лилейник. У него мелкий цветочек. Вот, смотрите, относительно руки. Если те цветы больше руки, то здесь маленькие цветочки, но тоже очень обильное цветение. И этот кустик я даже пока не пойму. Больше ему нравится в тени или на солнышке. Но, возможно, все-таки вот как сейчас здесь полутень. Наверное, ему получше. Тоже очень красивый лилейник. Очень продолжительное время цветет. Но вот он у меня пока сидит здесь. Здесь тоже буду переделывать. Пока просто его отсажу. Композиции у него нет. Лилейники очень красиво сочетаются даже просто с газоном. Если их высадить куда-то в какое-то местечко, просто на газоне, тоже прекрасно смотрится. Вот такой вот еще очень красивый лилейник. Тоже пока буду пересаживать в другое место. Здесь была одна композиция. Сейчас я здесь переделываю. Буду другую составлять композицию. Он уже здесь по цвету не подходит. Тоже очень красивый, интересный. У этого глазок самый интересный. Тут и зеленый цвет, и желтый, и розовый. Такой яркий. Глазок как радуга. Ну и есть лилейники, которые еще ждут своего местечка. И растут просто в огороде вместе с помидорами. Вот такой лилейничек. Вот здесь по цвету я переделывала композицию. Все одинаковые по цвету. Вот такие вот оранжевые лилейники пока ушли в огород. Но я обязательно подберу им какую-то интересную композицию. И будут они расти и радовать.